МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. Об основных событиях вам расскажут наши корреспонденты и я, Родион Архипов. Сегодня вы... Проезд может стать дешевле. Для пользователей универсальной электронной карты. Парк или заброшенный лес. В Урмарах не могут начать строительство парка. Площадка в каждый двор. Столичные власти продолжают программу по благоустройству чебоксарских дворов. Главный врач Центральной городской больницы Валентина Теплина сегодня встретилась с журналистами. Но не для того, чтобы рассказать о медицине. Валентина Андреевна вернулась в конференцию строительства социальной справедливости, которая прошла в Ростове-на-Дону. В ее работе принял участие президент России Владимир Путин. Конференция собрала более 500 делегатов из всей России. Были проведены круглые столы по пяти темам. Труд, Россия, страна без бедности, образование, крепкая семья и защита детей. А также круглый стол. Здоровье граждан, здоровая Россия. Как раз в работе последнего и приняла участие доверенное лицо Владимира Путина в Чуваше Валентина Теллина. Она рассказала журналистам, как прошла встреча президента страны с народными представителями из регионов и чем болеет Россия сегодня. Академики, руководители медицинских вузов, хирурги, детские врачи, акушеры, гинекологи. Четыре часа без перерыва эти специалисты обсуждали самые горячие вопросы здравоохранения, чтобы потом выступить со своими пожеланиями и предложениями перед президентом. Самым больным вопросом оказался кадровый. В большинстве регионов России не хватает врачей. На круглом столе с Владимиром Путиным были предложены и конкретные пути выхода из сложившейся ситуации. Нужно отдать должное Леониду Михайловичу Рошалю. Он озвучил все проблемы, которые мы поднимали на этом круглом столе. По подготовке кадров он сказал, Владимир Владимирович, да, действительно, кризисное состояние с кадрами у нас здравоохранение. Пока не будет кадров, доступности, справедливости в оказании медицинской помощи не будет никогда. И он, значит, предложил, и Владимир Владимирович его поддержал, о целевом контрактном приеме на обучение в медицинские вузы на бюджетной основе. Это вот уже должно быть с этого года. Предполагается уже с этого года запустить программу целевой контрактный прием в медицинские вузы. Конечно, заработает она только через лет 6-7. Столько нужно учиться, чтобы стать врачом. А на сегодня, по словам Валентины Телиной, на конференции было предложено ввести распределение выпускников по медицинским учреждениям, где не хватает врачей. Но в больницах многих регионов не хватает не только докторов, но и медсестер. И на круглом столе с президентом страны представители этой профессии выступили с предложением внести их в программу «Земский доктор». С профессии уходят, потому что медицинской сестрой работать становится непрестижно. Заработная плата низкая. А ведь ни один врач не поднимет больного без участия медицинской сестры. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. С 1 апреля в Чувашии появилась возможность оплачивать проезд в общественном транспорте с использованием универсальной электронной карты. Еще в феврале провели тестирование проекта, которое сейчас, можно сказать, прошло успешно. Подробности далее. В апробации участвовали пять карт. Успешное тестирование транспортного приложения универсальной электронной карты позволило ввести новую систему раньше намеченного срока. Согласно плану графика, с 1 апреля мы должны были начать опробирование транспортного приложения на этой карте. По факту это опробирование началось намного раньше. 14 февраля несколько карт увезли в город Москва, где на эти самые карты было записано транспортное приложение. Они, соответственно, вернулись назад в Чебоксары, и мы их здесь проверяли. Да, действительно, работает. Деньги снимаются, чек печатается. Чувашия участвует в пилотном проекте по выдаче единых карт с прошлого года. Сегодня республика в числе тех субъектов, где проект внедрили стопроцентно. Уже с 1 апреля 2013 года то, что должно было быть опробирование транспортного приложения, у нас уже выполнено. И все нормативные документы у нас приняты, и заключены соглашения с федеральной уполномоченной организацией, созданы каналы защиты, и все, что планом предусмотрено, мы выполнили. Тем, у кого уже есть универсальная электронная карта на руках, нужно обратиться в уполномоченную организацию для активации транспортного приложения. Именно это приложение является электронным кошельком. На пластиковую карту зачисляются средства, и затем в момент проезда с нее списываются, помимо транспортного приложения. Именно это приложение является электронно-цифровая подпись, которая имеет юридическую силу при подписании документов через порталы государственных услуг. С начала года в республике принято около 500 заявлений на выдачу универсальной электронной карты. Получили их более 130 человек. На днях поступили дополнительно персонализированные 132 карты, которые полностью готовы к выдаче жителям республики. Принимают заявления в трех специализированных пунктах Чебоксарах, а также один пункт размещен в городе Спутники. Стоит отметить, что при безналичном расчете стоимость проезда в общественном транспорте на рубль дешевле. На троллейбусе составляет 13 рублей, а на автобусе 15. Данифат Агирова, Александр Петров, Республика. В России сейчас очень популярна реклама так называемых спайсов. Это травяная смесь, которую часто продают под видом благовоний. И приобрести ее можно как в магазине, так и в интернете. Официально к наркотикам спайсы не относятся. Но специалисты утверждают, что те, кто сегодня употребляют данное вещество, скорее всего, завтра пополнят ряды настоящих наркоманов. Этой проблемой обеспокоены и в нашем регионе. Употребление спайсов школьниками и молодежью республики. И как с этим бороться, обсудили на антинаркотической комиссии. Начальник госнаркоконтроля Чувашия Евгений Барсуков говорит, что очень много нападок на их ведомство. Якобы ничего не делают и проблему со спайсами решить не могут. Но пока вещество не запрещено, а новых юрисдикцию не попадает. А законы, к сожалению, за изготовителями всевозможных веществ не успевают. И предпринимаемых мер профилактики недостаточно. Чтобы справляться с проблемой, нужна слаженная работа родителей, образовательных учреждений и соответствующих ведомств. Венера Захарова, заместитель главы администрации Калининского района, предложила усилить профилактическую работу в школах. Мне надо усилить работу психологов, наверное, в образовательных учреждениях на предмет агрессии. У них же есть тесты, исследования и диагностики агрессивности в подростковой среде. Может быть, надо начать с таких исследований тоже. Агрессивность в детской среде надо начинать изучать вот с четвертого класса. Ситуация в нашем регионе, с одной стороны, достаточно благополучная, сообщил Евгений Барсуков. Но долгое время такую позицию мы удерживать не сможем. Хотя почтовые каналы поставки спайсов перекрыты, с доставкой по интернету бороться невозможно. Больше того, торговцы спайсами наглеют с каждым днем. Приходят в школе, прямо торгуют. Учителя боятся связываться с ними. Народ неуправляемый и прочее. Ну, в моем понимании, хоть бери, создавай дружины, родительский комитет, сожжай на уроках и прочее. По мнению госнаркоконтроля, нужно жестче спрашивать со школьных охранников и наказывать их, если факты нарушения будут выявлены. В конце концов, нанимая частные охранные предприятия, родители надеются, что их дети будут в безопасности. А появление в школах спайсов – прямая ей угроза. Татьяна Трофимова, Игорь Поручиков, Николай Яковлев, Республика. 2 апреля утром в Ибресях произошел пожар в семиквартирном доме. Огнем уничтожен весь дом и имущество жителей. Семь семей остались без крова и средств к существованию. Сейчас в поселке организован сбор денежных средств и вещей для помощи пострадавшим от пожара. Подробности в нашем завтрашнем выпуске. В системе оповещения населения выявлены огрехи. Ее очередная проверка прошла на прошлой неделе. А накануне в МЧС согласили, где и что необходимо доработать. В конце марта жители республики вновь услышали тревожные сигналы. Сообщения об учебной тревоге появились в теле- и радиоэфире. Где-то о ЧП население оповещали при помощи громкоговорителей. Было протестировано более 130 устройств. Во время экзамена не среагировали три сирены в Урмарах, Ядрине и Чебоксарах. Работоспособность системы специалисты оценили на тройку. Сигналы, которые исходят от приборов, заглушают высотные здания. Невозможно их услышать там, где установлены пластиковые окна. Хотя, отмечают в главном управлении МЧС, понятно, что техника для региональной системы оповещения была закуплена еще в конце 70-х годов. Ремонту аппаратура сейчас не подлежит. Там, где аппаратуры нет и вовсе, сообщать о происшествиях должны правоохранительные органы. Все машины с громкоговорящей связью, это пожарные машины, это машины скорой медицинской помощи, машины полиции. Им будет идут на какой-то определенный вещевой сегмент, где они будут ездить по разделе, например, ту же деревню или город на какие-то определенные участки, где будет сказано, что если происходит эвакуация, то вы должны прийти на такую-то улицу. Там будет вам оказана какая-то помощь. Многолетние ветхие деревья, которые при каждом порыве ветра грозят обрушиться, или зеленый уголок и любимое место для отдыха. Вот так по-разному видят парк в поселке Урмара местные жители. В этом населенном пункте разразился настоящий скандал из-за вырубки деревьев. Подробнее Ольга Пырочкина. Мы сюда приходили за грибами, здесь растут прекрасные шампиньоны. Осталось только три скворечника, к сожалению. Вот на этой поляне здесь все деревья были в скворечниках. И еще совсем недавно любимый парк Раисы Владимировны был именно таким. Теперь жители поселка Урмара с трудом узнают это место. Осенью прошлого года администрация поселения начала здесь вырубку. Деревья пилить взялись не просто так. Часть деревьев парка были старые тополя и американские сорные клёны. Ветреную погоду или под тяжестью снега ветви и хрупкие стволы могли не выдержать. Вот эта вмятина на заборе, вероятно, осталась после падения дерева. Чтобы предупредить ЧП и определить, какие деревья несут угрозу, собрали специальную комиссию. Деревья могли упасть и на людей, которые там проходят, ходят по парку, и рядом с проезжей частью на автомобиле могли упасть. Также на теплотрассу, на электрические линии. Такая угроза, она существовала. И комиссия решила возможным срубить 305 деревьев. Это тополя и американский клён. Остальные деревья сохранить. После этого застучали топоры. Однако просто вырубкой опасных деревьев администрация посёлка ограничиваться не планировала. Идея облагородить старый заросший парк созрела ещё в 2009-м. Тогда был разработан первый проект. Правда, 4 года назад средств не хватило. Сейчас администрация выбрала менее дорогой вариант. Вот сейчас весной мы буквально после очистки проведём рекультивацию и начнём высадку хвойных пород деревьев. В глубине у нас будут липовые аллеи, берёзовые и фруктовые. Поставим скамейки, клумбы разобьём. Установим урны для мусора. Давно надо было, если так честно сказать. Лет 10-15 назад. А почему? Почему? Потому что это старые деревья. А что там может случиться? Всякое можно ожидать. Надо делать, надо. Раз деньги дают, надо. Я за. Рябины, берёзы посадят. Детская площадка будет. Клумбы будут. Если так всё будет, всё хорошо. Впрочем, в такое развитие событий и благие намерения администрации поселений верят не все. Некоторые депутаты районного собрания заявляют – врубались не только опасные деревья. Народ ввели в заблуждение. Сначала сказали «санрубка». Народ возмущается. Какая санрубка? Санрубка это подтверждается? Это выборочная рубка? Выборочная рубка. Вот 10 деревьев, из них 2. Это санрубка. Но тут сначала как свечки пилили, а потом перед фактом выставили. Надо парк рубить. Там косые, кривые и так далее. Сплошная рубка была? Сплошная рубка была. Сейчас вырубка приостановлена. А противостояние продолжается. Решать, кто прав, кто виноват, будут правоохранительные органы. Прокуратура района уже занимается этим делом. Глава поселения с целью вырубки деревьев на территории парка принял соответствующее постановление. Указанное, значит, постановление является правомочным, обоснованным. Вопросы благоустройства зеленения территории поселка, вопросы вырубки деревьев на территории парка не являются исключительно полномочным собранием депутатов городского поселения. Ну а пока ситуация больше напоминает басню про лебедя, рака и щуку. Все хотят одного и того же, чтобы у жителей поселка было красивое, безопасное место отдыха. Вот только тянут ввоз героя сюжета в разные стороны. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. Утилизация отходов по-прежнему актуальна. И если бытовые отходы перерабатываются порой без ущерба окружающей среде, то отработанные элементы питания могут нанести серьезный вред экологии. Непереработанные металлоопасны. Администрация города Чебоксары решила с этим бороться. И совместно с управляющей компанией «Эткер» установила ящики для сбора отработанных аккумуляторов и батареек. Как работают эти ящики и где их можно найти, выясняла наша съемочная группа. Казалось бы, совсем маленькие с виду, такие батарейки содержат токсичные материалы. Ртуть, литий, марганец, медь и ряд других не менее опасных металлов. Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенное мусорное ведро, может загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли. А в лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух ротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей. Понятно, что технический прогресс не стоит на месте. В наших домах появляется много техники. Правда, об утилизации отработанной техники, аккумуляторов, элементов питания мало кто задумывается. Все выбрасывают в обычные контейнеры. Правда, есть и такие жители республики, которые хранят батарейки до лучших времен. Не выбрасываю, они все дома лежат. Вот жду, когда откроются специальные урны и буду туда выбрасывать. Ну, какой контейнер был бы, где мусор. А куда их выбрасывать? Вот и все. Не выбрасываю. Если бы были специальные ящики, я бы обязательно туда выбрасывала. Для того, чтобы совместно с жителями обезопасить город от вредных веществ, на территории предприятия «Ткер» в качестве пилотного проекта администрация города установила контейнеры для сбора элементов питания. По состоянию на сегодняшний день они уже установлены по пяти точкам. Программа рассчитана для использования среди жителей, которые проживают в осуженном живом фонде. Мы думаем, что она найдет должное понимание у населения и затем уже дальше будет развиваться. На пяти ящиках эксперимент не закончится. В Управлении экологии готовится постановление об установке контейнеров на всей территории города. Решается вопрос и о сотрудничестве с предприятиями, заинтересованными в организации работ по утилизации батареек, аккумуляторов от бытовой электротехники. Ольга Алексеева, Леонид Клейман, Республика. Почти 88 миллионов рублей будет направлено на ремонт чебоксарских дворов. На эти деньги будет отремонтировано 139 дворов и проезды к ним. Кроме того, установят 85 площадок с игровым и спортивным оборудованием. На это потратят 10 миллионов рублей. В городе продолжится программа по софинансированию строительства автопарковок во дворах. На строительство 53 парковок затратят почти 10 миллионов. Как сообщает информагентство «Регнум», один квадратный метр асфальтобетонного покрытия двора стоит 832 рубля. Тротуаров – 1000 рублей. Парковки – почти полторы тысячи. Всего в чебоксарах отремонтировано 46% дворовых территорий, нуждающихся в капремонте. Кроме того, построено 167 автопарковок на полторы тысячи мест. Обустроено 180 детских игровых и спортивных площадок. На эти цели за два года было выделено из разных бюджетов порядка 295 миллионов рублей. Осталось отремонтировать и обустроить еще 720 тысяч квадратных метров дворовых территорий. Бурановские бабушки пообещали приехать в Чебоксаро. Сейчас известный на весь мир коллектив активно гастролирует по стране. Челябинск, Волгоград, Кострома. Им рукоплечуют крупные города России. Помимо частых концертов, съемки в популярных передачах бабушки, до сих пор на расхват у многих журналистов. В родной республике их застать практически невозможно. А мои коллеги Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов взяли в Ижевске эксклюзивное интервью у самых известных бабушек. Народные костюмы с вышивкой, самодельные лапти и настоящая русская печь. Коллектив из небольшого села Бураново буквально очаровал весь мир. Party for everybody dance до сих пор хит. Второе место на Евровидении изменило их жизнь навсегда. Когда-то известные только в Удмуртии бабушки теперь отправились и в большое российское турне. Каждую неделю по три, а то и четыре концерта. С таким-то графиком и на печке не полежишь. Хотя, говорят, уже привыкли. От родного дома они уезжают далеко. Совсем недавно выступали в немецкой столице. Бурановские бабушки на сцене более сорока лет. Сколько за это время в репертуаре накопилось песен, они уже и сами затрудняются ответить. Народные и иностранные, любому, даже самому раскрученному хиту коллектив дарит вторую жизнь. Куплет на русском, припев на английском, а потом и на удмуртском. Но только с рок-колоритом. Это их неповторимый стиль. На чужбине далеко от дома вместе с бабушками гастролирует и бурановский дедушка. Вот он, бессменный гитарист коллектива. На его инструменте от автографов уже и не осталось свободного места. Расписался на ней и известный артист Сергей Безруков. В Бураново он приезжал недавно. Оказалось, что и сам актер фанатеет от бабушек. Видеоклипа у народного коллектива пока нет. Хотя к масштабным съемкам пивуньи уже давно привыкли. Недавно к ним в гости приезжали японские журналисты. Собственную пластинку бурановские бабушки тоже не записали. Говорят, что и в интернете их песни разлетаются на ура. Сейчас бабушки мечтают возродить забытые всеми бурановские напевы. Свой репертуар они стараются обогащать постоянно. Обещают пополнить его и чувашской песней. Мы принимаем ваше приглашение, так что я думаю, что выучим самую вашу хорошую классную песню. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов. Республика. Одна из самых обсуждаемых тем в интернете сейчас строительство кафедрального собора в сквере Миничапаева. Главный архитектор столицы Александр Шевлягин на заседании архитектурной среды подтвердил эту информацию. В сети немедленно появилось множество комментариев как за, так и против строительства. Некоторые пользователи даже нарисовали картину, как это может выглядеть в будущем. Более предметный этот вопрос городские власти планируют обсудить на публичных слушаниях, которые пройдут 9 апреля в средней школе номер 10. Сегодня в эфире национального телевидения смотрите очередную серию зачетных студенток. На этой неделе у конкурсанток очередное задание. И снова зачетные студентки на задании. У них есть 5 минут и 2000 рублей. Кто успеет принарядиться для вечеринки, кто потратит заданную сумму и при этом будет выглядеть стильно. Не пропустите проект зачетной студентки. Сегодня в 20.45 на национальном телевидении. Это все новости на сегодня. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь с нами. Хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова